Василий Андреевич Сицкий, князь Окольничий с 1559, боярин с 1568, опричник, сын князя Андрея Федоровича Сицкого. Биография. Своему выдвижению Василий Андреевич во многом обязан браку с Анной Захарьиной Юрьевой, дочери Окольничьего Романа Юрьевича Захарьиной родной сестре Анастасии, первой жены царя Ивана IV Грозного. Но точный год брака неизвестен. Василий Андреевич впервые упомянут в разрядах в 1549-1550 году как сын боярский в числе поезжан на свадьбе князя Владимира Андреевича Старицкого и Евдокии Александровной ногой. В 1555 году Василий был вторым воеводой сторожевого полка, посланного на реку как шагу против казанца. В 1556 году Василий упоминается как Рязанский дворецкий, который стоял около Коломны по крымским вестям. В 1559 году Василий получил чин Окольничьего и был послан в Дедилов опять против крымцев. В 1567 году Василий получил чин боярина. В этом же году он был одним из воевод во время похода в Новгород оттуда против короля Польши в армии, во главе которой стоял царевич Иваном Ивановичем. В 1571 году Василий снова воевода в армии царевича Ивана Ивановича во время похода против крымцев он стоял со сторожевым полком у Калуги. В разрядной книге под этим годом Василия упомянут как воевода отопричнины. В 1572 году Василий был воеводой сторожевого полка при походе в Новгород оттуда в Швецию. Вместе с ним воеводой был Тимофей Замятин Иванович Собуров, с которым у него возник местнический счет, но царь приказал быть без мест, обещая дать счет, когда придут со службы. В 1573 году Василий присутствовал на свадьбе ливонского короля Магнуса с княжной Марией Владимировной Старицкой, где он был дружкой невесты, а жена его была свахой. По свадебному чину они ездили за постелью. В том же году после бегства крымского хана Девлет-Гирея из-под Москвы все полки стали на прежние свои места, кроме сторожевого полка, который остался в Коломне левой руки, посланного в Каширу. Вероятно, в это время на береговой Приокской линии случилось какое-нибудь важное происшествие, навлекшее опалу на трех главнейших воевод, потому что вслед за тем царь положил опалу на бояр и воевод. Трех из них – князя Михаила Ивановича Воротынского, князя Никиту Романовича Адаевского и Михаила Яковлевича Морозова он велел казнить, а князьям Василию Юрьевичу Голицыну и Василию Андреевичу Сицкому велел-велел идти к Москве. Через два месяца после бегства крымцев и внимания царя обратилась в другую сторону – к Швеции. Сам Иван Грозный с обоими сыновьями уехал в Новгород и затем стал осаждать Весенштейн, а королю Ливонскому Магнусу, султану Булдалию и князю Василию Андреевичу Сицкому велел идти к яме городу, где назначил собраться к себе воеводом всех полков. Осенью того же года Василий Андреевич с другими воеводами ездил в Муром для переговоров с возмутившимися казанцами, против которых, в случае неудачного сношения, назначалось уже и войско. В 1575 году Василию Андреевичу пришлось отправиться в качестве посла на реку Сестру, границу Московского государства и Швеции, для переговоров о перемирии. Почти полгода спустя уже по взятии Пернова, Василий Андреевич с товарищами после некоторых затруднений заключил двухлетние перемирия со шведскими и уполномоченными, касающиеся новгородских областей Финляндии, а также безопасности шведских и московских послов, которые будут проезжать в это время для договоров о мире. В 1576 году при походе из Новгорода к Пскову во время Ливонской войны Василий Андреевич был воеводой Большого полка, у него в Новгороде должны были собираться костромичи, галичане, водская и абонежская пятина, он же должен был верстать деревскую пятину. В том же году, когда прибыли в Московское государство цесарские послы кабенцы или принц Бухал, царь Иван велел князю Елецкому остановить их в Дорогобуже, чтобы точно узнать, для чего они приехали, и послал Никиту Романовича Захарьина Юрьева и Каин Василия Андреевича Сицкого спросить их о том. Кабенцы или принц Бухал объявили, что они не купцы, как предполагает царь, а присланы с грамотами относительно важных дел, требующих скорого решения. Получив такой ответ, Никита Романович и Василий Андреевич отправились с цесарскими послами в Можайск для представления их царю Ивану. В 1577 году Василий Андреевич был первенствующим при раздаче денежного жалования по десятне Юрьева Польского. Во время Ливонского похода в мае 1578 года воеводы, стоявшие в Дерпте, были посланы к оберполену, занятому шведами. Начались местнические споры, причинившие большой вред. Дело доходило до неисполнения царских указов и до разных самовольных действий воевод, недовольных своими местами. Воевода Большого полка князь Василий Агишевич Тименский в походе не был и на его место был прислан князь Василий Андреевич Сицкий, но списков не взял и объяснил вчелобитный царю, что ему невместно быть вторым воеводой Большого полка в то время, как Федор Иванович Шереметьев написан первым воеводой передового полка, а князь Петр Иванович Татьев первым воеводой сторожевого полка. Царь ответил князю Василию, чтобы он на службе был, так как Большого полку другому воеводе до передового и до сторожевого полку до первых воевод дела нет. После этого Василий Андреевич не бил уже челом на Шереметьево и участвовал в Ливонском походе. Осенью того же 1578 года литовцы и шведы стали действовать сообща против московских войск. 21 октября Андрей Сапега с литовцами и немцами и генерал боя со шведами внезапно напали с тылу на московские полки, безуспешно атаковавшие крепость Вендин. Прежде всего бежала находившаяся в составе московского войска татарская конница. Полки отступили в свои лагеря и некоторое время сдерживали натиск неприятеля по льбою из больших орудий. Но главные московские воеводы, воспользовавшись наступлением ночи, с дела побежали и товарища в своих бояр и воевод выдали и наряд покинули. Утром 22 октября, не видя перед собой главных начальников, все войско, исключая пушкарей, обратилось в бегство. Начальник пушкарей Василий Федорович Воронцов, князь Василий Андреевич Сицкий, Даниил Борисович Салтыков и князь Михаил Васильевич Тюфикин остались верной долгой и были убиты на своих местах. Остальные воеводы сдались в плен. Кроме упомянутых вышеместнических счетов у князя Василия Андреевича Сицкого были еще счета с Петром Ивановичем Головиным, Михаилом Далматовичем Карповым, князем Андреем Дмитриевичем Палицким, Михаилом Михайловичем Салтыковым. Брак дети. Жена Анна Романовна Захарьина Юрьева, дочь Окольничева Романа Юрьевича Захарьина. Дети Юрий Косой, Конан Василий Опричник, Федор Опричник, Иван Рында 1579, Стольник Боярин 1585-1601. Воевода, в 1601 году насильственно пострижен в монахе с именем Сергий Андрей Жекла Окольничий с 1622, Боярин с 1622, Воевода, Начальник Поместного Приказа с 1622, Степанида.